Хороший домохозяин, раздельный. Домохозяин помогает людям других укладов жизни правильно исполнять свои обязанности. Какой вы сказали. Сейчас поразмышляем над ним. Ну, первое, что надо понять, что, оказывается, есть уклады жизни с этой правдой. Нас в нашем обществе забыли эту идею. Мы не понимаем, что есть уклады жизни. Например, нет вам такой вопрос. Если человек еще не женился, в чем заключается его долг? Чувствую. Если человек еще не женился, то у него есть долг, оказывается. Обычно они думают, что надо погулять побольше, пока не женится. И если не погулял, говорят современные психологи, то тогда нормальную семью не создашь. Могу погулять сначала, тогда ты изучишь женщину, женщина изучает мужчину, и тогда создается нормальная семья. Логично? Логично? Кто с этим полностью согласен? Поднимите руку. Вот. Видите? То есть, логично все, все абсолютно правильно и точно. Эта логика, она исходит из просто современных представлений о жизни. Я помню, в восьмом классе, когда еще это все нельзя было, но только начиналось что-то такое видение какое-то, мой учитель по труду собрал весь класс и сказал, «Сейчас я вам расскажу очень важное, то, что вам в жизни очень сильно поможет». И мы такие настроились, что же нам поможет в жизни очень сильно. И он начал рисовать строение половых органов мужчин и женщин. Девочки все застеснялись, мальчики раскали рот от изумления. С этого дня мы узнали что-то важное, но на самом деле мы знаем, что это не является чем-то сильно важным в жизни, потому что даже саранча знает, как этим заниматься, не то что человек. И я когда учился видеть, я видел, как обезьяны, они очень наслаждаются этим процессом, хотя они не изучали ничего. У них все нормально с этим проблемами, они счастливы, обезьяны. Я видел своими глазами, на заборах этим занимаются. Поэтому, что это важно такое, что человек должен до своей женитьбы, вот это все пройти, школу эту. Знаете, можно предположить, что это так, но я вам сейчас скажу мнение вед на эту тему. Первое, что вы должны знать, что девушка, она рождаясь, все имеет собой сразу. То есть, имея, она может себе легко все раскрыть. То есть, девушка, она рождается чистой и знающей. То есть, можем видеть, что маленькие девочки, они соображают лучше, чем мальчики маленькие. Допустим, мальчик ему скажет, Вася, ты о чем сейчас думаешь? И он такой, в 7 лет. То есть, он не понимает даже, о чем вопрос. Но девочка в 7 лет, она знает, какие отношения у папы, у мамы, у дяди, у тю. Все, она все знает, что происходит вокруг. Девочка в 7 лет ориентируется полностью к ситуации. У нее очень четко, трезво работает голова. Ее можно спросить, она скажет на любой вопрос, ответит, что происходит где. У нее нет проблем с этим. И любая девушка знает, в 11-12 лет, любая девочка знает, что должна быть чистая любовь, что должны быть верные отношения, что не надо друг другу изменять. Так или нет? Любая девочка знает в 11-13 лет. Я не говорю про 13, потому что, когда наступает половое созревание, то начинает идти плохая карма в психику человека. И у девочки это выражается в том, что она начинает мечтать. Мечтать, что у нее должен быть мальчик. У нее сильно очень активизируется мышление в этом направлении. И мальчики пользуются этим и совращают девочек. Самый быстрый способ убрать знание, вот эту чистоту, понимание, как жить у девочки, это заставить ее лечь в костель. Как только она ложится в костель в первый раз, то ее представления о жизни сильно меняются. Они начинают быть подвержены влиянию желаний, этого наслаждения, которое является огромной, обладает огромной силой. То есть половое наслаждение, оно настолько сильное, что все вот эти вот интуитивные представления о жизни, они разрушаются полностью этим процессом, который произошел за пять минут. Поэтому в ведической культуре так сильно девочки охраняли от этого все. И давали с мальчиками общаться со всем, со всем никого. Чтобы девочки спокойно жили, и что им нужно, для чего им нужно было вот эту юность прожить, для чего, в чем смысл этой юности. Сохранить это хорошо, это очень хорошо. Но проблема заключается в том, что когда человек начал заниматься половой жизнью, предполагается, что он уже женился. И это означает, что дальше ему не надо образовываться, учиться. Потому что когда человек женился, его психика застывает на этом уровне. И она уже не может развиваться дальше. Вверх. Для того, чтобы улучшить свою судьбу, допустим, у человека плохая карма, допустим, он не может нормально жениться, у него есть проблемы в отношениях. Что делать? Как исправить эту плохую карму? Молиться. Молиться, учиться. Еще что делать? Срешать пожертвования. Еще что делать? Родителю ваше. Там молодой человек подсказывает, все правильно. В текаре. Да, поймите, что пока человек не соблюдает салибас, все его учеба, пожертвования, аскезы, они не поднимают его карму. То есть они находятся на том же уровне. Ну, допустим, сейчас вам объясню. Если у вас есть шкатулка, допустим, да, вы ее можете наполнить деньгами. Но больше, чем она имеет размер, вы ее не наполните. Правильно? Это значит, что вот вы можете столько-то пожертвований совершить, у вас благочестие накопилось, а дальше вам придется его тратить. Но когда человек соблюдает салибат, его благочестие становится больше, то есть изначальное благочестие становится больше, то есть шкатулка увеличивается в размерах. Это значит, что можно больше накопить и стать чище, лучше. Это значит изменить свою карму и сделать так, чтобы семья не разрушилась потом, если она должна по карме разрушиться. Теперь, скажу вам по секрету, это мой опыт. 80% людей сейчас, русскоязычного населения, имеют такую карму, что семья их должна быть разрушена, когда они женятся. 80%, не 20, не 30, а 80. И для того, чтобы этого не произошло, человек должен сохранять салибат. Как вы думаете, может человек сам сохранять салибат или нет? Молодой человек может сам сохранять салибат? Может. Вы ошибаетесь. Для того, чтобы он мог сохранять салибат, ему нужна серьезная поддержка. И поддержать его могут только семейные люди, только те, кто уже женат, потому что у них психика более устойчивая. Они могут ему помочь объяснить, как правильно жить надо. Понимаете? Допустим, девочка, если общается с семейными людьми, у которых благочестивая семья, а в этом и заключается долг семейных людей, сделать благочестивую семью. Если девочка общается с такими людьми, у нее в сознании закладывается то, как должны вести себя муж и жена. Психика у нее формируется правильно в этом направлении. Если девочка общается с неблагочестивыми людьми, то у нее психика формируется неправильно. Потому что, что значит формирование психики у девочки? Это означает притяжение. Понимаете? Девушка, она впитывает в себя стиль любви. Она является питанием, но для того, чтобы любить, надо выбрать стиль любви. В каждой девушке есть свой стиль любви. И какой стиль любви девушки выбирают сейчас? Соответствующий дискотекам. То есть, где они получают образование, как любить? Они смотрят, где-то молодые люди танцуют. Они получают такой стиль любви. То есть, стиль любви, который не связан никак с семейной жизнью. Теперь у меня к вам вопрос. Если девушка выбрала стиль любви, не связанный с семейной жизнью, как она его применит в семейной жизни? Это же совершенно другая вещь, абсолютно не имеющая никакого отношения. Это противоположные вещи. Если девушка научилась любить и показывать себя в обществе, где люди стараются наслаждаться друг другом вне семьи, то как она потом это применит внутри семьи? Это же противоположные вещи. Если ты научился кататься на коньках, это не значит, что ты научился играть в футбол, правильно? Это противоположные вещи. Точно так же и здесь. Девушка научилась танцевать на дискотеке, ходить по ресторанам и все прочее. Это формирует определенный вкус жизни. Как ей потом выйти замуж? Давно ко мне пришел один мужчина. Нашел себе девушку. Они полюбили друг друга, все они общались, встречались. Потом у парня дошло дело для того, чтобы думать о том, чтобы создать семью. Девушка испугалась. Потом, когда я начал изучать эту тему, оказалось, что она не знает, как жить с семьей. Она знает, как в ресторанах сидеть, она знает, как ходить на дискотеки, она знает, как общаться в тусовке, но она не знает, как общаться в семье. Она боится. Она хочет замуж, но она боится. Она боится, что она не справится с этим, не сможет. Да к чему ее научило общество? Ее научило тому, что разрушит ее потом жизнь. Она станет несчастным человеком. Но если бы она общалась с какой-то замужной женщиной, которая видела бы, приходила в гости к ней, видела бы, как она общается с мужем, это было правильное, идеальное общение. Она бы, во-первых, настроилась, психический вкус любви бы это подчеркнула в себе. И она бы притянула к себе парня, молодого человека, который хоть хочет жениться, а не гулять. Потому что на что антенка настроена, такой результат будет. Вот на что женщина настроена, такой она получает результат. Ко мне один раз подошла девушка и говорит, я вот не знаю, что делать. Одни и те же мужики, одинаковые попадают все время. Вот одинаковые стили. Я говорю, вам надо настройку сменить. Говорит, у вас не та настройка. У вас вкус любви, который идет от вас, он не соответствует другим людям, более порядочным. Но она имела в виду как раз это, что непорядочные люди попадаются. Говорю, вам надо настройку сменить. Я говорю, где вы воспитывались, с кем вы общались в молодости. Она рассказала свою молодость. Я говорю, у вас хоть один пример есть порядочных отношений в семье? Она говорит, я не знаю, о чем вы-то спрашиваете. Я говорю, но у вас есть одна знакомая хотя бы, которая там, у нее нормальная семья, чтобы нормальные отношения были, и вы хорошо с ней дружите, смотрите, как это происходит. Нет у нее таких знакомых. Ну как ей найти себе нормального человека? К ней будут притягиваться только те, которые чувствуют желание наслаждаться женщиной, а не давать ей что-то, заботиться о ней. И это все должны делать семейные люди, это их обязанность. Но это еще не одна их обязанность. Первое, что они должны, они должны научить жить тем, кто еще не женился. Они уже женились, они получили эту возможность, они знают, как правильно жить. Они должны воспитывать тех людей, кто не смог еще создать семью. Должны с ними общаться и показывать им пример, как строить отношения. Потому что пока человек, допустим, человек неженатый, веды говорят, вот ты один остался, все, сажи ей зубы и соблюдай целебат. Чем больше ты сможешь это делать, тем больше у тебя шансов дальше жениться нормально или выйти замуж. Почему? Потому что в это время копятся силы. Человек меняется, даже цвет лица меняется, когда человек соблюдает целебат. Он становится свет, светлый, красивый, счастливый. У женщины естественным образом формируется утонченность, формируется более робкое такое возвышенное отношение к мужчинам. Что ей нужно для того, чтобы найти себе нормальный человек. Даже больше делать, в принципе, ничего не надо, чтобы найти себе нормального мужа. Но если еще при этом учиться у замужних девушек, как правильно строить семью, отношения создавать, то это тогда уже полная гарантия будет. Молодой человек тоже должен, но он один остался, должен соблюдать целебат. Уникальная возможность стать серьезной личностью. Уникальная возможность. Потому что, когда мужчина соблюдает целебат, у него развивается все, что необходимо для того, чтобы стать успешной в жизни личностью. Все необходимое развивается. Что значит успешность? Каждый мужчина для себя это сам представляет. У него есть определенные идеи в жизни. И что ему мешает воплотить эти идеи? Чрезмерно увлеченность сексом. Почему? Потому что семя, оно может идти или в разум, и развивать решимость. Основное свойство разума это решимость и память. Две основные функции, которые дают человеку силу интеллектуальную. Решимость и память. Память дает человеку возможность, что с ним плохого происходит, когда он не делает что-то плохое. А решимость дает возможность преодолеть все плохое в себе. Две функции, которые возникают в результате сохранения семени. Если человек не может себя заставить что-то делать, меняться, работать над собой, менять свою жизнь, значит нет решимости. Почему молодые люди не могут выучиться, сдать экзамены в институте? Почему? В чем причина? Энергия вся опускается вниз, они думают о сексе очень много. Если бы энергия поднималась вверх, тогда бы они выучились легко, без всяких проблем. Чем больше энергии опускается вниз, тем тяжелее человеку учиться. Если создается благоприятная среда у молодого человека, то есть у него правильное общение, общение с теми людьми, которые поднимают энергию вверх. У него сама по себе энергия вверх поднимается. У меня сейчас учатся 9 человек молодых людей, учатся лечения, лечить. Они живут, соблюдают салибат, не общаются с девушками. И в них реально, и они изменяются. Даже человек из деревни приехал, он слабо интеллектуальный, он начинает меняться буквально в глазах. Через год человек совсем другой, у него очень сильно работает разум, то есть очень сильно развитые личности получаются. И те, кто приходят, они отмечают, что у вас такие ребята все хорошие, когда лечиться приходят, они видят, что они отвечают за всех остальных. Так ведь, кто был у меня на перерывах, отличаются. Почему? Потому что они соблюдают салибат. Нет другой причины к этому. Но если я не был рядом с ними, они не смотрели. Потому что нужен пример, нужна сила, которая будет держать их сознание, чтобы оно не уплыло куда-то. Поэтому здесь и говорится об этом, что домохозяин помогает людям других жизненных укладов правильно исполнять свои обязанности. И в этом заключается его главное благочестие. Мы сейчас только сказали об одном укладе. Есть четыре уклада. Есть первый уклад до женитьбы, второй уклад до женитьбы, третий уклад, когда человек развился как личность, он начинает отрекаться от мирских дел и посвящается духовному. Он даже при этом может жить в семейной жизни. Но при этом он отреченный в семейной жизни идет. Это называется уже вонопранско, то есть называется как бы человек немерзкой. Немерзкой человек. Он может быть женатым, но он немерзкой. То есть он погружается в духовное и является наставником для всех. То есть это период наставничества для семейного человека. И некоторые люди, они отрекаются от семейной жизни, принимают уже отреченный образ жизни. Это четвертый и последний уклад. Говорится, что не все могут до этого уклада дойти в жизнь. Для этого надо иметь очень сильный разум, сильное сознание. Ну может быть один из тысячи может, или из десяти тысяч человек, который благочестиво жил в семейной жизни, может дальше перейти в отреченный уклад в жизнь. В конце жизни уже. И стать наставником для всех. Принимать учеников, инициацию им давать и так далее. Понимаете? И вот домохозяин, семейный человек, он является опорой для всех этих укладов в жизнь. Потому что, если, допустим, все квасят, все играют в карты, пьют пиво, ходят по кабакам, то таким вот... И, допустим, определенный населенный пункт, и все этим занимаются. И один человек семейный решил стать отреченным. Ну то есть он женой живет, но он решил стать отреченным. То есть он решил давать наставления людям. То есть он развился как личность. Он может пользы много принести именно этим. Не тем, что он будет сам работать, а тем, что он должен людям давать знания. Нужен он будет там или нет, в этом поселке? Такой человек. Конечно. А кто... А что он там будет делать? Он даст всем знания, что... Как он им даст знания? Если он достаточно развит, сильный разум, он вложит людям это знание, они изменятся, и вся деревня там присветать будет. Если ты будешь кирпичу говорить что-то хорошее, он при этом конфеткой станет, нет? Ну кирпичка это материя. Ну а человек, который выпивает, это не материя? Ну... Эта материя называется здравствуй, дерево. Вашему сведению. Человек, который пьет, курит, у него, ну то есть, по кабакам ходит, у него идет деградация разума. Если все будут пить полностью в деревне, он не будет нужен никому. Почему? Потому что никто не придет к нему за советом, люди будут очень низко мыслить. Поэтому он просто с голоду помрет, он не сможет отречься, ему придется работать. Поэтому для того, чтобы жило хотя бы один отреченный семейный человек, нужно хотя бы несколько семей, чтобы они приходили к нему за советом, нуждались в нем. Вот если бы я, допустим, пришел сюда, и здесь бы было пусто, ни одного человека, кому бы я лекцию читал? Стена? Я здесь нахожусь, потому что вы здесь находитесь. Нет другой причины, нет другого мышления, понимаете? Потому что вы здесь находитесь. Поэтому я здесь сижу и рассказываю. Поэтому только семейный человек может воспитать того, кто отречется от мира. Если человек может быть полезен, значит, тогда он может развиваться как личность. Понимаете? Если семейные люди приходят к такому человеку на консультацию, они советуются как жизнь, они ему поддержат, они ему дают немножко покушать там, что-то дают ему. Отреченным человеку много не надо, им надо просто поддерживать жизнь, существование. И в этом случае они сами будут получать огромную пользу, потому что он действительно, если он так настроен, так жить, значит, у него есть знания. Потому что знания делает человека счастливым без всего. Ему не надо там машина, дача, еще что-то. Он так счастлив. У него есть знания. Знания делает человека счастливым, ему ничего не надо. И люди пытаются понять, как жить правильно. Спрашивают у него, он всем советы дает. Как, чем тебе заниматься? совместимы вы или нет? Будешь болеть или помрешь? Или выздоровеешь? Важно знать, помру я или нет, или выздоровею? Важно это знать или нет? Важно, надо планировать дальше, что ты будешь делать. Если ты помрешь, надо, значит, молиться целыми днями. Это спасет тебя. Потому что человек, который лечится, но никаких шансов вылечиться нет, какой смысл зря время тратить? Или он работает в это время еще? Зачем работать? Если ты уже все, время закончилось жизни, надо молиться теперь. Надо очистить свое существование. Люди очень хотели знать, что будет дальше. Только отреченный человек может это знать. Но если нет некому спрашивать у него, как он может жить? Он не может поддерживать себя и семью таким образом. Поэтому только домохозяин является оплотом хорошего, благочестивого общества. Пока люди, которые живут семейной жизнью, не являются благочестивыми, общество не может развиваться. Вот здесь об этом написано. Одна фраза и сколько всего важного информации нужно знать. Правильно? Здесь говорится, что именно домохозяин помогает, а не как-то наоборот. Это очень важно знать. Если люди не живут правильной, честной, семейной жизнью, все общество рушится. И никто не может дальше помогать себе развиваться. вот теперь дальше следующее высказывание. Вы сразу же спросите меня, после того, как я сказал вот это высказание, какой вопрос? Закономерно вытекает вопрос. Какой вопрос? Хороший домохозяин. Совершенно верно. Как будете? Что делать-то надо? И здесь все очень просто. Каждое высказывание важнее следующего. То есть самое первое, самое важное. Здесь написано два пункта. чтобы быть хорошим домохозяином и твоя жизнь текла в верном направлении, для этого у домохозяина должно развиться два качества всего. Любовь первое качество, правильное поведение второе качество. У нас психологи вот такие книги пишут, что надо, чтобы нормально было. Надо и так смотреть, и так, и туда поворачивать голову, и сексом надо в таких-то позах заниматься, и то, и сё, и надо вот так вот. Некоторые выдумывают что-то, говорят, надо там топать три раза ногой, плевать через правое плечо, чтобы всё хорошо в жизни было, подпрыгивать там и не смотреть туда, смотреть туда. Некоторые вот так решают вопрос. Но веды это очень мудрая вещь, сжато и понятно. любовь и правильное поведение. Всё. Что такое любовь, надо понять. Что такое любовь в семейной жизни? Да, три аспекта любви есть всего, три проявления любви. Первое, верность, дальше за верность, когда верность есть, что возникает? Уважение. и потом, как результат, что возникает? Искренность. Три аспекта всего любви. Если вы хотите, вы говорите, я тебя люблю, мой дорогой. если ты его не уважаешь, а как понять, уважает женщина мужчину или нет? Как понять? Да. То есть, если она слушает то, что он говорит, слушается, ладно, это высокий уровень, это надо быть интеллектуальной женщиной, чтобы слушаться. Надо хотя бы слушать. он говорит, если она его слушает просто, значит, она его уважает. Ну, просто она стоит и слушает то, что он говорит, значит, уважает. В основном, женщины, когда мужчины начинают говорить, они даже слушать не хотят. И при этом говорят, я тебя люблю. А в чем любовь-то дорожается? Потому что люди даже, женщины даже, ну, не то женщины, мужчины, люди даже не понимают, что такое любовь, в этом проблема. Мы же не знаем, что такое любовь. В этом проблема большая. Мы думаем, что любовь, если я прошу у мужа цветы, значит это любовь. Я его люблю, значит. Это не любовь? Это называется вожделение. Это противоположная вещь любви. Если я хочу рядом с ним быть, значит, я его люблю. Нет. Если ты хочешь рядом с ним быть, значит, ты жаждешь его. Это вожделение. Любовь проявляется только когда ты что-то даешь. Она не может проявляться в том, что ты что-то хочешь. Если ты хочешь рядом с мужем быть, это не любовь. Если ты хочешь от него цветы, ласки, заботы, нежности, внимание, все это не любовь. Любовь означает, что ты хочешь, чтобы он сказал то, что он хочет сказать. Если он пришел с работы устал, вместо того, чтобы терроризировать, ты хочешь, чтобы он отдохнул. Это любовь. Понять, каково желание мужа, это любовь. И сделать смиренный вид, когда он выпендривается, это тоже любовь. Хотя бы вид сделать, не то, что там. Хотя бы вид, это тоже любовь. Проявление любви. Потому что любовь проявляется в правильном поведении. Человек не может сразу понимать, что любовь это очень глубокая вещь. И любить сразу невозможно научить. Любовь это же очень сильная, выраженная чистота сознания. Сильно выраженная чистота сознания проявляет, да и показывает любовь. Для того, чтобы любить, надо силу иметь внутреннюю. Женщине очень трудно кивать головой, когда мужчина грубо говорит что-то. Очень трудно. Потому что нужна сила внутренняя. И поэтому здесь говорится любовь сначала, а потом правильное поведение. Правильное поведение легче. Можно, допустим, не любить, но вести себя правильно. И это уже будет проявлением любви. Начало любви. Потому что если женщина просто кивает хотя бы, то что она делает? Она вызывает к себе симпатию. Вот, допустим, женщина не знает, что такое красота женская. Часто не знает. Они думают, что красота у нас заключается в том, чтобы уменьшать количество одежды. В этом красота. Они так думают сейчас. Но красота заключается женская в чем? В том, что она может кротко смотреть. Когда мужчина говорит, кивать ему. В этом является красота. Очень красиво. Всем мужчинам нравится без исключения. Вы попробуйте, потренируйтесь. Попробуйте вот так делать. Вы увидите, что всем мужчина сразу расплывается. Ему хорошо сразу. Это красота. Когда женщина все открывает, мужчина пугает это. Потому что она становится очень сильной, могущественной рядом с ней. И у нее есть только два варианта. Или тырится на нее. Какое-то слово. Я не знаю, какое назвать другое. Или вообще не смотреть. Но общаться он не может уже в это время с ней. Потому что сила от нее исходит определенная. Наша женщина обладательница силы. Любви, энергии любви. И он так его заклинивает. Он не знает, что делать в этой ситуации. Лучше не пугать народу. Просто одеться. Ходить одеты. Когда ехал из Риги вчера утром. Я проходил на посадку. И сидела девушка одна. Какая-то одежда была, конечно. Могу сказать, что она совсем разделька была. Мне было интересно. Я просто начал молиться. Мне было интересно. А как она себя поведет, если я на нее посмотрю по-другому. Не со злобой. Не с вожделением. А просто как на женщину, которая нечаянно разделась. Я просто спокойно вот так вот посмотрел на нее. И сосредоточился на молитве, чтобы она не победила меня своим открытым делом. Я посмотрел прямо на нее в глаза внимательно. И не то, что она обрадовалась, что я на нее посмотрел. Она почувствовала себя очень неловко. Очень неловко. Но женщины же открываются для того, чтобы на них смотрели. Правильно? Какая другая причина. Но почему ей не понравился мой взгляд? В чем проблема была? Как вы думаете? Потому что я на нее посмотрел честно. Я посмотрел на нее как на женщину. Не как на объект, чтобы ее использовать. Не вот так вот. И слюна не текла у меня в это время. Она хотела, чтобы я так посмотрел. Но у меня не текла слюна. Я посмотрел на нее просто как на человека. И все. Который попал в очень неловкое положение. Сила отсутствия знания. Как надо себя вести. И плохо стало. Я увидел это. Я больше не стал на нее смотреть дальше. Но я задумался после этого. Что мы же не знаем, как жить. То, что нам кажется правильным, мы часто губим себя этим. Потому что, на самом деле, женщина, которая так себя ведет, она же никогда не найдет себе мужа-то нормального. Потому что нормальный мужик ведь должен смотреть на нее как на личность, а не как на груди, там, бедра и так далее. Он должен смотреть на нее как на человека. И тогда будет человеческая совместимость между ними. Но сама женщина не дает возможности появиться этой совместимости. Потому что она все открывает. Как он может посмотреть на нее как на человека, если он смотрит на нее как на куклу, которой надо наслаждаться. Понимаете? Понимаете? Сейчас даже так пишут в книгах. Это считается очень грамотно. Изложить мысли. Заниматься любовью. Но для того, чтобы заниматься любовью, надо сначала разобраться, что такое любовь. Получается, что саранча тоже любовью занимается. Любовь – это высшее проявление личности. Любить может только человек. Испытывать привязанности может любое живое существо. Даже инфузория туфелька. Но любить может только человек. И для того, чтобы любить, надо еще научиться любить. Понимаете? В этом проблема. Есть разные способы, но в целом надо соблюдать правила. Надо вызвать симпатию близкого человека. Своим поведением. Поэтому здесь написано – правильное поведение. Большинство людей вообще не знают, что такое правильное поведение. Мужчины, допустим, не знают, как с женщиной совести. Вот если сейчас спросить мужчину, как совести с женой, кто знает? Вот жена капризничает. Что нужно делать? Отстраниться. А? Отстраниться. О. Но ему еще надо учиться, поэтому он выпит. Все нормально. Какие еще варианты? Вот женщина капризничает. Что надо наделать? Женщина мне подсказывает. Я говорю, мужчин спрашивают. Мужчины молчат, потому что они не знают. Вот правда, я им говорю, мужчины не знают, что делать. Ну что думаете? Я шучу? Что нужно делать? Накормить. Накормить. Вот еще какие варианты. Успокоить. Успокоить. Как успокоить? Вы делаете это? Не всегда. Почему? Потому что не знают, что это правильно становится. Вот, видите, то есть вы хоть и говорите это, но вы этого не знаете. В этом заключается наша проблема. Мы не знаем, как себя вести. У нас нет знания, как себя вести. Это проблема большая. Это факт, что когда женщина капризничает, надо ее успокоить. Это факт. Но как себя при этом вести, это целая наука. Когда женщина капризничает, надо ее успокоить. Но при этом надо отстранить чувства. Собрать их внутрь. Потому что если твои чувства будут наружу, то женщина будет капризнить еще больше. А если их собрать внутрь и успокоить ее, но при этом не реагировать на ее капризы, она успокаивается сразу. И чувствует, что ничего не обломится, как бы, жить-то как-то надо дальше. И она успокаивается. Но при этом она видит, что он хороший человек, он ведет себя правильно. Но он не идет на поводу. Каприза это же уже сила, проявление силы определенное. И это проявление силы идет из-за того, что человек немножко сошел с правильного понимания вещей. Но в основном люди ругаются в это время. Они начинают ненавидеть друг другу, ругаться. И понимают, что обязанности как раз и проявляются близкого человека тогда, когда близкий человек не настроен правильно. Если близкий человек делает все правильно, ему твои обязанности уже не нужны. Он и так все правильно делает, у него все хорошо. Обязанности означает действовать тогда, когда близкий человек делает все неправильно. Мужчина, допустим, ругаться начал, женщина должна чувство собрать внутрь и внешне себя вести очень смиренно. А потом что? Он увидит, что у него ничего не получается. Понимаете? Если чувства собраны внутрь, то женщина неприступна, она не поддается. Он не может дальше ничего с ним делать. Он отходит, уходит и все. А куда эти чувства одевать потом? Они же внутри все остались? Сейчас объясню. Вот когда внутрь чувства остались, то надо понять, как их внутрь собирать. Дело в том, что собираются они именно с помощью любви. Потому что прежде чем собирать чувства, надо понять, что это мой близкий человек нервничает. Хороший мой дорогой друг нервничает. Он не в себе. И он сейчас не соображает, что делает. И это проявление разума, вот такого мышления, оно успокаивает чувства и дает им спокойно как бы внутри сидеть. Понимаете? А если все-таки раздражение вышло, надо подойти к алтарю и начать молиться Богу потом. Потому что всегда, когда человек не справляет с собой, это возможно. Он может, допустим, быть напряженным. Но если он все правильно внешне сделал, то близкий человек успокаивается. А если он сам теперь напрягся, надо подойти к алтарю и успокоиться сразу. Вот так вот успокоение приходит. За две минуты молитвы. И дальше опять жить спокойно. Не злиться, не обижаться, не воспринимать ситуацию как безнадежную, что все плохо у меня в жизни. Что он всегда так будет злиться всю жизнь. Такие мысли тоже надо убирать, но молитва это делается. Но я вам писал всего лишь один эпизод, понимаете? Как надо себя вести, мы не знаем. Мы много чего не понимаем в этой жизни. Но здесь написано все, что если вы хотите, чтобы ваша жизнь выбрала правильное направление, это означает, чтобы она не развалилась. Семья, чтобы не развалилась. Это и есть правильное направление жизни. Для этого надо культивировать любовь и выполнение своих обязанностей в семье. Две вещи всего. Надо понять, что такое любовь. То есть любовь означает служить близкому человеку так, чтобы он был удовлетворен. И так же воспитывать его, это тоже проявление любви. Два проявления любви. Потому что некоторые люди служат, но воспитывать боятся. Тогда семья разваливается. Некоторые люди воспитывают, но служить боятся. Боятся человека. Думают, что я начну служить, он обнаглеет. Они воспитывают, воспитывают, и семья разваливается в результате. Но есть два проявления любви. Воспитывать человека и выполнять перед ним свою заботицу. Воспитывать и заботиться. Два проявления любви. Создают силу в семье. Она становится очень сильной, крепкой. Неправильное поведение описано во всех писаниях. Как женщина должна себя, как мужчина должна себя вести. Вот смотрите. Создается семья. Первое, что происходит в это время? Сначала что идет? Да, карма хорошая выходит. Мы испытываем счастье, да? И об этом много песен поется. О том, как мы счастье испытываем, да? Первая любовь, моя темная. Утро мои глаз. Да? И так далее. Столько радостных песен счастливых. Вот. Но. Потом это все заканчивается. Правда? Но. Современная психология утверждает, что должно не заканчиваться. Какой безумие. Какой обман. Какой бред. Я в реке провел опрос. Многие люди считают, что первое, любовь должна не заканчиваться. Она должна жить вечно в наших сердцах. И люди бредят этой идеей. Они ждут, когда же у них наступит такая любовь, когда она не закончится. И они одного партнера меняют на другого. В результате. Как обезьянки с одной ветки на ветки на другую прыгают. Так и люди, как обезьянки себя ведут. Почему? Цель какая? Думаете, они дураки, что ли? Вот так. Разрывать семью, бросать детей. Только лишь ранить другого человека. Потому что они думают, что именно с ним они будут счастливы дальше. На всю жизнь. Поэтому они бросают все. Нет другой причины. Почему бросают? В чем причина? Почему бросают? Потому что та семья, которая была создана, она пошла под откос. Любовь в ней начала уменьшаться. Человек не может жить без любви. Он думает, он смотрит эту прогрессию. И уже думает, через год будет еще хуже. Через два мы вообще уже сдыть, жить друг другом не сможем. Поэтому надо все это дело заканчивать. Но уже у него нет веры в семью. Он чувствует, что с этим человеком невозможно. Я в Риге давал консультацию. Одна женщина, очень хорошая, порядочная женщина, пришла ко мне на консультацию. Очень такая интеллигентная, очень хорошая. И она мне сказала, я хочу замуж. Я сказал, ну, хорошо, в чем проблема? Я не знаю, как выйти замуж, я не могу. Я говорю, и какой вопрос я ей задал, как вы думаете? Что? Какой вопрос? Что почему? Что такое она может? Почему она не может выйти замуж? Она не знает. Я ей задал другой вопрос. И вы сейчас должны на него ответить. Тогда вы поймете, как жизнь протекает. Если вы сможете ответить на этот вопрос. Как наша жизнь протекает, вы поймете, если вы на этот вопрос ответите. Какой вопрос есть? Нет. Ничего не сделаешь. Какой вопрос есть? Вы поймете, почему я спрашивал. Что вы не знаете этого закона. Я ее спросил. Вы что, бросили своего мужа? Она сказала, да. И второй, следующий вопрос, какой я задал. И как вы думаете? А? Жена от Лёдова. А? Жена от Лёдова. Да, я ей задал вопрос. Он вас ждет? Она сказала, да. И что я потом ответил? Возвращайтесь к ним. Да, я ей потом ответил, что пока он вас ждет, быть замуж. И вы видите. Знаете, почему? Потому что человек не выбирает себе близкого человека. Близкого человека человеку дает Бог. И он делает это таким образом, что два человека чувствуют друг другу тягу. И даже хотя бы один человек другому близкому человеку, близкий, родной человек продолжает испытывать тягу. Это значит, что Бог хочет, чтобы они были вместе. А эта женщина такая хорошая, красивенькая, она пошла против Бога. И поэтому она получит фигу без масла. Она не получит себе другого близкого человека. Я ей сказал, возвращайся назад. Возвращайся, холодным утром, возвращайся, не очень трудно. Если у кого-нибудь одна тяга? А? Если у кого-нибудь одна тяга. У кого? У того, кто остался один? У кого-нибудь одна в годах. Не-не, там понимаете, ситуация какая. Когда человека бросают, у него не может быть несколько тяг. Вас бросали, нет? Да. У вас было несколько тяг? Нет, одна. Вот именно. Когда человека бросают, у него остается только одна тяга. Потому что любовь, ну как бы притяжение, оно остается только у того человека, которого бросили. А вот тот, который бросил, он ничего нет. Он просто огрешит. Он в это время обезумелый слон, который топчет свою судьбу. Ему по барабану все, понимаете? Он тыг-тыг-тыг-тыг в это время. Вот, поэтому... Ха! Она не сказала, я ни за что не пойду к мужу. Я спросил, почему? Она говорит, что я дура? Восемнадцать лет страданий, потом назад возвращаться. И это правда? Это правда? Восемнадцать лет страданий, ни один нормальный человек не вернется назад. Но она не имеет знаний, эта женщина, не имела знаний, поэтому она вышла от меня обезкураженно. Она не имела знания о том, почему восемнадцать лет страданий. Когда семья создается, у нее может быть два вектора. Один вектор вверх, это означает, что любовь возрастает в отношениях, и возникает все больше ощущений перспективы. Как определить, что любовь возрастает? Если вы чувствуете, что вы верите в вашу совместную жизнь больше, чем вчера, сегодня, это значит, что любовь возрастает. Если вы верите в вашу совместную жизнь меньше, чем вчера, сегодня, верите меньше в вашу совместную жизнь, что это значит? А? Значит, любовь возрастает в вашу совместную жизнь. Так, ну и что это значит? Что вектор вниз. Еще что? Вы ни за что не ответите, что это значит. Карма. Карма, да, все карма. О, наконец, там вот этот голос, который тихаря говорит, он правильно следует говорить. Потому что ни хрена мы друг друга любить не хотим. Поэтому она уменьшается, любовь-то. Мы не хотим аскезы совершать, не хотим жертвовать друг другу, понимаете, себя. Не хотим терпеть, когда другой человек ругается. Не хотим ему служить, заботиться честно. Вот чего мы не хотим. И вектор любви падает. И вера друг к другу падает. И если она 18 лет падает, назад вернуться очень трудно. А Бог больше никого не даст. Потому что тот ждет. Бог не мякишка. Он не будет прыгать нам, прифутболивать мужиков одного за другим. Потому что если ты с этим жила так, какой шанс, что будет с другим по-другому? Никакого шанса. Ты не умеешь любовь держать, поднимать ее вверх с одним, значит и с другим будет то же самое. Сначала наслаждение какое-то время, медовый месяц. А потом опять вниз вектор пойдет любви. Отношения начнут портиться. И ты будешь думать, что это не тот человек, надо другого. Потому что мы не хотим себя винить в том, что в нашей жизни происходит. Мы очень сильно замечаем недостатки в другом человеке. И придаем им очень большое значение. Я очень извиняюсь. Там фура, она через какое-то время может... Взорваться? Нет, смеси, не то, что нет рецептодели, которые не есть. А она что, едет просто? На мой взгляд, Сузуки убрали от самого края, у меня стоит. Извините, пожалуйста. Так, так, а скажите конкретно, что произошло? Нет, это только фура ездит, а пока... Аааа... Она просто проехать не может. Сузуки, короче, у кого? Сузуки, ладо приора и джип какой-то черный, я не знаю, пье или еще что-то. Вот здесь у ворота все расстанет. Ну все, ладно. Все. Не митсубиси джип? Нет, не митсубиси, все. Расслабьтесь. Сузуки убрали, фуры никого не раздавят, все. Слушаем дальше лекцию. Я думал, что конец света. В 2009. А, в 2009. В 2012. В 2012? А, ну да, в 2012. Ну ладно, чем вы остановитесь? Да, она не может, поэтому как она дальше? Зачем ей новый мужик? Если вот этот еще остался, с этим она не доделала, она уже другим хочет. Какой смысл? Бог не даст. Нет возможности у него кидаться мужиками. Это еще одному жизнь портить. Какой смысл? Мужиков и так мало. Она, конечно, может дать ему такого же, Бог может дать такого же, как она, который бросил жену. Нет проблем. Пускай вместе живут. И вектор сделают вниз вместе. Потому что вверх у них никак не получится в этом случае. Если два вектора вниз по геометрии изучали, что получится в результате. Третий вектор вниз, правильно? Они, сложившись, вверх не получаются никак. Если один сильно вверх, другой вниз, получается как-то так вот. По крайней мере, они расстанутся. А если оба вниз, все равно тихо. Видите, оказывается, все просто. Здесь арифметика. Но она не была удовлетворена моей консультацией. Она ушла недовольна. Когда ее спросила ассистенка, ну, вы довольны консультацией? Она сказала, нет. Вы будете делать так, как он сказал? Нет. Я все делаю так, как я считаю, правильно. Ну, пошла. Ну, это нормально? Это нормально. Это означает, что она должна учиться своей судьбой. Потому что есть две категории людей. Одни учатся знаниям. Знания – это самая большая ценность в этом мире. А другие учатся своей судьбой. И в чем заключается знание? И знание заключается в том, что если тебе кажется, что с этим человеком невозможно жить, то это просто тебе это кажется. Потому что это всего лишь результат той любви, которую вы культивируете в отношениях. И все. Если ваш ребенок обкакался, это не значит, что он вечно будет пахнуть говном. Простите меня за дорожение. Это значит, что он просто сейчас обкакался. Понимаете? Надо его помыть, постирать. И он будет опять вкусненьким, как раньше. Вы согласны женщины? Женщины это знают в интуиции. Они сразу идут мыстирать его. Ругаются по дороге, потом улыбаются, когда он чистенький. Все нормально. Ну и тоже не против, ругайтесь, пожалуйста, сколько хотите. Но не надо думать, что он вечно таким будет, вонючим. Или муж чем-то от ребенка отличается. Ну такой же. Если его помыть, он будет чистым тоже. И не будет вонять, понимаете? Надо мыть отношения, понимаете? Стирать их, чистить. Не надо беспокоиться, что они всегда будут такими. Потому что вы видите в своем муже плохого человека, потому что между вами пелена плохих отношений. Ведь другие люди его видят хорошим. Вот вы поспрашиваете его друзей. Он хороший человек? Они скажут, да, он классный, да, он мажорный. Вот они будут говорить вам другие вещи о нем, о вашем муже. Ну потом, ну как можно так заблуждаться? Он же вообще просто ужас такой человек. Ну они будут считать, что он хороший. Маму спросите, он скажет, вообще классный парень. Да ты дура. Потому что, почему она так скажет? Потому что у ней пелена к тебе уже есть. И через ваши отношения у родителей тоже пелена появляется. Пелена невежества. И она пудрит мозги сильно. Страдает люди от нее. Но я вам скажу другую причину, более важную. Почему вектор идет вниз? Причина заключается в том, что большинство людей, даже если вы будете знать, как правильно себя вести, все равно будет вектор идти вниз. Потому что люди не знают еще одну вещь. Что человек сам по себе, он очень слаб. Он не имеет силы. Мы все не имеем силы. У нас нет силы правильно себя вести. У нас нет культуры, как собирать силу. Как копить силу в себе. Кто знает, как копить силу. Чтобы совершать нам силу. Иметь для этого. Молиться. Молиться. Единственный способ выражать силу, это установить связь с Богом. И поэтому это самое главное в жизни человека, постоянно быть связанным с Богом, потому что только это дает силу жить. Льется музыка, 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 и молит не устанет кружить. Бесконечный и обычный, мудрый, от которой так хочется жить. Жить. От которой так хочется. Эта музыка называется вера. От которой так хочется жить. Но люди не знают этой музыки. Они не знают, как в своем сердце ручеек открыть. Из-за этого все проблемы. Человек устал жить. В 18 лет девушка уже устала жить. Она не знает, как жить дальше. И нет сил. Психических сил нет жить. Потому что у нас нет культуры ручеек открывать. Понимаете? В этом проблемы заключаются. Многие не верят мне. Вот я говорю сейчас об этом. Многие так. А что ты тут говоришь вообще? Наши насемейные отношения. Это можно понять, только когда ты это почувствовал. По-другому невозможно это понять. Откуда силы брать? Откуда? Откуда с концерта Аллы Пугачевой? Люди ходят везде. Зачем люди ходят на эти все концерты? Для чего? Для того, чтобы силы получить. Жить. Они выходят, а не силы получают? Чуть-чуть. Очень мало. Очень мало. Но если человек сходит туда, где происходит очень чистый, возвышенный, религиозный какой-то процесс, он получит такую силу внутрь, что у него очень много в жизни, что может измениться. Таких процессов сейчас редко где увидишь. Редко. Но если ты поставишь алтарь, думаю, будешь просто молиться, этот процесс прямо у тебя дома будет происходить. Будет давать очень много сил. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...